Девушки отдыхают 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 говорила мне, что мы поторопились со свадьбой, что я не пара ее мужу, что сын ее не для меня, и что сын гулящий, что он от меня гуляет, что он полная копия своего непутевого отца, что я погублю свою жизнь. Моральный гнет просто стал непереносим для меня. Ну хорошо, а когда вы забеременели? Тут началось уже самое страшное, потому что если раньше она говорила про возможный развод, то тут она просто требовала, она требовала, чтобы я сделала аборт, потому что ее сын все равно меня бросит, что я свою жизнь погублю, и что несчастным будет ребенок. То есть она хотела сразу, чтобы погубить жизнь моего еще не родившегося ребенка. Вот, и настолько был непереносим гнет, что я спать перестала, я все время нервничала, я пила успокоительное. Но вы считаете, что именно из-за этих обстоятельств вы попали в больницу? Вы обратились к врачу, как это произошло? Я обращалась к врачу, они прописывали мне успокоительное, и у меня один раз даже была госпитализация вынужденная с угрозой выкидыша. Вот тогда я как раз получила от врача, ваше честь, направление в перинатальный центр. И когда я туда обратилась, оказалось, что услуги, бесплатных услуг они не могут мне предоставить. То есть были платные услуги, и отсюда, собственно, это сумма. Да, и 43 750 рублей, это как раз компенсация 10 дней. Поняла. Скажите, а что же такого сделала ваша свекровь, что привело к таким последствиям? Как я уже говорила, когда я лежала в постельный режим, у меня был с угрозой выкидыш, вот она заявилась, начала кричать на меня, оскорблять меня и показывать доказательства измена моего мужа. Чтобы не быть голословной, вот, со мной вместе в палате лежала моя соседка, вот она свидетель Ломоносова Мария Петровна, она может подтвердить, что происходило. Я лежала под капельницей, она прекрасно видела, в каком я была состоянии, вот, она знала мой диагноз. Но это сразу после ухода произошло, или уже даже в момент, когда она была? Уже во время. То есть я уже начала нервничать, начала плакать, вот, она показала мне все, что хотела, и ушла. То есть вы связываете это несчастье с тем, что пришла свекровь и... Да. Скажите, вам помимо материального вреда, заявленного вреда здоровью, заявленного моральный вред, вот как вы считаете, в чем заключались ваши нравственные и физические страдания, за которые вы требуете довольно крупную сумму? Ваша честь, ничего не может быть для женщины страшнее потери ребенка. Это мой первенец. Это ребенок, от моего любимого мужчины. Мы хотели этого ребенка с мужем. Мы мечтали об этом ребенке, и почему работал мой муж сутками? Для того, чтобы накопить на квартиру, и мы наконец переехали и жили своей маленькой семьей. У меня был выкидыш из-за ее усилий. Вот. И я полностью опустошена и лишена даже поддержки своего мужа, потому что он не поддерживает. Скажите, есть ли у вас документы медицинские подтверждающие? Да, у меня есть медицинские подтверждения, чеки, заключения врачей, вот все это я могу передать. Заключение врачей. Да, да. А у вас заключение специалиста как раз по этому вопросу. Да. Да, что в результате от примерного стресса был выкидыш. Угу. Спасибо. Ответчик, я слушаю вас. Ваша честь, я против иска возражаю, но невестка наговорила разных глупостей. Ну, она потеряла ребенка по вине своего слабого здоровья. Ну, посудите сами, она лежала в больнице полторы недели. И все это время становилось все хуже и хуже. А последние два дня ей просто предписали строжайший постельный режим. Что это значит? Это значит, что начались какие-то негативные процессы. Со мной совершенно не связанные. И вообще, она всегда была очень нервная. Она все принимала близко к сердцу. Ну, а вы действительно говорили ей, что ей не следует жить с вашим сыном, что они непременно разведутся? Вы действительно ей это говорили? Ну, да, я это говорила. Но, понимаете, Ваша честь. Скажите, пожалуйста, а истец просил вас не говорить ей этих вещей, потому что они ее расстраивают? Ваша честь. Отвеченный вопрос. Она просила вас не говорить ей это? Она просила, но это особый случай. А почему вы продолжали? Потому что я хотела ее предостеречь от ошибок. Но она же уже вышла замуж. Она сделала свой выбор. Да, но ведь исправить-то никогда не поздно. Правильно? Исправить свои ошибки. Дело в том, что мой сын Сергей, он копия своего отца, моего мужа. А мой муж постоянно гулял. Он постоянно гулял и сделал меня несчастной. Я не хотела, чтобы он сделал несчастной мою невестку. Вы понимаете, вот бывают такие мужчины, им противопоказана женитьба, противопоказана семья. Вы просили ее сделать аборт? Ну, вы понимаете, ну при таком муже, ну какие могут быть дети? Ответьте на вопрос. Вы просили, многие женщины рожают и без мужа. Я просила. Вы просили сделать ее аборт? Я просила, но я считаю, я считаю, что при таком муже иметь ребенка, это просто полнейшая глупость. Это вот, это моя позиция. Это твой внук или внучка? Хорошо. Ну расскажите, пожалуйста, что происходило в больнице, когда вы пришли навещать вашу невестку? Ну я пришла поддержать ее, я принесла ей витамины, я принесла ей фрукты. Вот, и... И что, и как же вы ее поддерживали? Ну я ей сказала правду. Я сказала правду о том, что... Вы считаете, что в ситуации, когда женщина лежит на сохранении, это как раз та самая поддержка? Прийти и сказать, что ее муж ей изменяет? Ну в чем? Я виновата, я правду сказала. Я пока не говорю, что вы виновата. Я спрашиваю, вы считаете, действительно считаете, что это поддержка? Да, это поддержка. Рассказать беременной женщине на сохранение, которой нельзя нервничать. Это своеобразная поддержка, конечно. Она может принять другое решение. Что конкретно вы ей сказали и что конкретно показали? Я сказала, я просто не скандалила, я не нервничала. Я просто спокойно ей сказала, что пока она лежит в больнице, ее муж, мой сын гуляет. Вы сказали ей об изменах мужа или принесли какие-то доказательства? Я сказала ей об изменах мужа и принесла доказательства. Какие доказательства? Фотографии. А где вы их взяли? Где вы их взяли? У сына. Вы взяли фотографии у сына? Да. А что на этих фотографиях было? Ну, на этих фотографиях мой сын с другими женщинами. С разными женщинами? С разными женщинами, да. А что он делает с другими женщинами на фотографиях? Это интимные фотографии? И в том числе интимные. Вы полагаете, что такого рода информация положительно бы сказалась на состоянии вашей невестки, которая и так лежала в больнице под капельницей? Я считаю, что узнать правду никогда не вредно. Вы непробиваемые просто. Уж простите меня. Ваша честь, я прошу вас, вызовите, пожалуйста, свидетеля, чтобы они подтвердили мои слова. Свидетель со стороны истца. Пристав, пригласите, пожалуйста, свидетеля. Интересно, какого свидетеля? Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваша честь. Что вы можете пояснить по делу? Вы действительно находились в той же самой палате больницы с истицей? Да, мы с Ирой лежали вместе в палате. Она неоднократно мне жаловалась, говорила о давлении свекрови на нее. Она говорила, по какой причине она оказалась в больнице? Да, конечно. Она говорила, что свекровь довела ее до такого состояния, что у нее уже угроза выкидыша. Разъясняю вам, что вы должны свидетельствовать о тех обстоятельствах, которые вы видели и слышали сами. Поэтому расскажите, пожалуйста, что вы видели, что вы слышали, при каких обстоятельствах присутствовали. Слушаю вас. Ну вот в один из дней пришла она, эта женщина. Она очень давила на Иру, кричала на нее. Кричала? Кричала? Кричала на нее. Тыкала ей в лицо фотографиями, показывала, что вот, мол, смотри, ты тут рожать собираешься, а твой мужик там гуляет, с другими женщинами обнимается. Или еще тогда стало плохо. Она уже начала себя плохо чувствовать, заплакала. Пришли медсестры, начали делать ей уколы, и таблетки ей давали. Но она уже просто была не в состоянии. Проревела она потом еще весь вечер. Ну и вот к ночи у нее произошел выкидыш. Скажите, а истец спросила ответчика прекратить это, показывать, рассказывать? Да, она ей говорила, она ее умоляла просто, чтобы она ушла. Она говорила, что не говори мне это ничего, я не могу просто это слушать больше. А она не уходила. Ответчик, скажите, а у вас есть эти фотографии, которые вы показывали истцу? Да, они у меня в мобильнике. То есть вы их храните как память? Ну, я храню их как доказательство. Вы можете суду предъявить эти фотографии, чтобы я могла тоже отценить? Ну, я не знаю, может быть, я их удалила уже, я не знаю. Ну, вы посмотрите, пожалуйста, а вдруг вы их не удалили? Ну, хорошо, Ваша честь, если вы настаиваете, если вы так настаиваете, я вам покажу эти фотографии. Хотя я не понимаю, зачем это нужно. Ну, давайте все-таки посмотрим. Пожалуйста. Посмотрите. Да. Вы убедились? Ну, я-то убедилась, только вы мне напоминаете героя из книги Эльфа и Петрова. Знаете, там был такой голубой воришка, который очень стеснялся, но продолжал воровать. Вот так же и вы. Вы очень стесняетесь. И с наивным видом просто говорите, что все ради счастья. Ну, конечно, но я искренне в этом. Ну, я не понимаю, почему вы не верите. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Зато теперь ты вся преобразилась. Вещи на тебе с иголочки. У детей, у детей, у детей телефоны новые. Ремонт ты сделала неплохой. Женщина доверила родной сестре самое дорогое – ребенка. И ежемесячно перечисляла огромные деньги на содержание дочери. В измущении ее не было предела, когда она узнала, что все средства потрачены на развлечения сестры. С его опорно-двигательным аппаратом, не знаю, как с опорным аппаратом, но двигательный аппарат у него прекрасно работает, он придвигался к моей жене. Когда брат идет на брата, вражда становится непримиримой. Особенно, если в деле замешана женщина. Инвалид вынужден оставлять машину вдалеке от дома и идти к нему пешком, потому что его старший брат отказывается пропускать машину брата через свой участок. Суд оглашает решение. Суд принял решение удовлетворить иск частично. Взыскать полностью, в полном объеме убытки в размере 43 750 рублей. Моральный вред также взыскивается в размере 100 000 рублей. Суд удовлетворяет требования истца на том основании, что считает подтвержденным факт, что именно действия ответчика привели к таким последствиям и явились причины ухудшения здоровья и потери ребенка. Таким образом, суд взыскивает и моральный вред, потому что истцом доказано причинение ей физических и нравственных страданий. В то же время суд не может не разъяснить, в первую очередь вам, ответчик, что фактически ваши действия не только в сфере гражданско-правовых отношений, но и в сфере уголовных правоотношений, потому что, на мой взгляд, вами совершались противоправные действия. И фактически то, что произошло с цистицией, это причинение тяжкого вреда здоровью, потому что прерывание беременности – это тяжкий вред здоровью. Здесь же пострадал не только малыш, но и, соответственно, ваше здоровье тоже. Поэтому я полагаю, что в данном случае следует вынести частное определение о направлении данного материала в правоохранительные органы. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Мои потери невосполнимы никакими деньгами, но я верю, что есть высший суд, и он воздаст этой женщине за все, что она сделала по заслугам. Я все равно не понимаю, в чем я виновата. Я своей невестке желала только добра, а мне еще и уголовной ответственностью угрожают. Если в дом пришла беда… У вашей дочери дифтерия, понимаете? Она чуть не умерла, у вас болится. Если любовь превратилась в ненависть… Ты не подожди, как ты кинособережья не дома! Да я высылал деньги посадить в дом! Зато ты нашел деньги, судится с тобой! Если нужно понять, как защитить себя и близких… Ну как же я могу своего родного сына посадить-то в тюрьму? Смотрите программу «Дела семейные». Ну, ваша честь, ну ведь по справедливости все это правильно. Мы вообще с вами об рифметике говорим, а не о справедливости. Вы найдете ответы на свои вопросы. Ваша честь, а можно вопрос? С понедельника по пятницу в 15.00 на телеканале «Мир». Все? Нет, я дополнить хочу. Истец Людмилы Савельевы предъявляет иск о возврате денежных средств. Ответчик Елена Косухина против иска возражает. Слушается дело о взыскании денежных средств в размере 720 тысяч рублей. Истец Савельева Людмила Викторовна, ответчик Косухина Елена Викторовна. Слушаю вас. Ваша честь, я прошу суд возместить мне ущерб в размере 720 тысяч рублей, взыскать их с моей сестры Елены, которая, я считаю, присвоила их незаконно и потратила их не по назначению. Ваша честь, дело в том, что мы с мужем работали по контракту в Канаде. Сначала дела шли хорошо, мы хотели там остаться на ПМЖ, но потом все пошло как-то не очень, и мы решили вернуться. Для того, чтобы разобраться со всеми своими делами, доработать, продать какое-то имущество, с долгами рассчитаться, я решила отправить свою пятилетнюю дочь Машу к своей... То есть у вас с мужем есть ребенок? Есть ребенок, да. У нас есть дочь, сейчас ей уже 6 лет. Дочь зовут Маша. И я отправила ее к своей старшей сестре заранее, чтобы нам было удобней, ну, скажем так, завершить все свои дела в Канаде. У вас договоренность с сестрой была? У нас существовала договоренность, да. Договоренность была на 2 месяца. Ваша честь, я попросила, чтобы моя сестра устроила мою дочь в частный детский сад, чтобы она наняла ей репетитора по английскому языку. Сколько девочке было? 5 лет. Вы договорились с сестрой, что девочка будет проживать, как я понимаю, у ответчика. Да. В какой период? Мы проработали 2 года, и нам оставался еще год. И вот на этот год я отправила Машеньку к своей старшей сестре. То есть договоренность была, что в течение года ребенок будет проживать у вашей сестры? Да, да не было такого. Речь шла о 2 месяца. Какой год? Да как? Не было. И помимо этого я еще попросила, чтобы моя дочь была устроена в школу художественной гимнастики. Потому что в Ванкувере мы Машу отвели, она занималась, делала успехи со слов педагога. И я хотела, чтобы она продолжала всем этим заниматься. Хорошо, истец, я вас поняла. То есть договорились, что в течение года ребенок проживает у вашей сестры? Да, я сказала, что я все расходы возьму на себя. И попросила Елену, чтобы она составила мне калькуляцию, сколько потребуется ей денег на то, чтобы мой ребенок мог посещать все эти мной перечисленные мероприятия. Елена все разузнала, прислала мне по электронной почте ответ, составила калькуляцию. И она сказала, что на частный детский сад в месяц потребуется 30 тысяч рублей, на занятия с педагогом английского языка потребуется 12 тысяч рублей за три занятия в неделю. И в художественной школе с учетом индивидуального подхода обойдется 18 тысяч рублей. Это художественная гимнастика? Художественная гимнастика, да. Но дело в том, что это мой ребенок. А, питание? Ну вот я и говорю, что я не стала жадничать. Это мой ребенок, его еще нужно было одевать. И сверху к этой сумме я добавила еще 500 долларов, потому что ребенку надо кушать, ребенку надо одеваться. И свою сестру я тоже хотела... В общей сложности вы отправляли деньги? В общей сложности я ежемесячно перечисляла сестре полторы тысячи долларов. Ежемесячно? Ежемесячно. Ребенка отправили к сестре? Ребенка отправила к сестре, да. Но дело в том, что как только мы с мужем все свои вопросы решили и вернулись, мы, понятное дело, сразу к ребенку. Мое удивление было безгранично. У Лены дочки не оказалось. Соседи... Как? Ну так, не оказалось. Ребенка там не было. Я стала разговаривать с соседями, и они рассказали, что все это время... Вот пошла по соседям вместо того, чтобы прийти ко мне и выяснить всю ситуацию. Ответчик, мы сейчас выясним всю ситуацию, когда предоставим вам слово. Истец, у меня к вам вопрос. Вы что, в течение года жила девочка у вашей сестры? Она должна была у нее жить, ваше честь, в течение года. А жила сколько? Оказалось, что она у нее жила порядка двух месяцев. А не два месяца, а полгода она у меня жила. Полгода? Ответчик, я вам предоставлю слово. Дети рассказали, что она у тебя прожила месяца два от силы, а потом ты ее отправила к маме. Но дальше больше. Как выяснилось, моя дочь, она не ходила ни в какой частный детский сад, в школу художественной гимнастики. Она посещала. Но это было на общих основаниях. И стоило это 890 рублей в месяц. 890 рублей в месяц. А какую сумму вы отправляли ежемесячную? Полторы тысячи долларов. А на занятии художественной гимнастики 18 тысяч рублей. Каким образом... Слушай, если бы твоя дочь вела себя на... Ответчик. А каким образом вами отправлялись денежные средства? Вы их перечисляли на счет? Да, на счет. Есть ли у вас подтверждение? Да, есть. Передайте, пожалуйста, документы через пристава. Так, предоставлена выписка. Да, даже здесь указано целевое назначение. То есть на содержание ребенка. Ежемесячные платежи в рублевом эквиваленте. 12 месяцев. И еще, Ваша честь, я хочу сказать, что мало того, что моя дочь не посещала те мероприятия, на которые я перечисляла денежные средства, ей за год не было куплено ни одной новой вещи. Я прошу вас, это вот фотография, пятилетний ребенок, все вещи были не новые, не ношеные. Я так полагаю, что это вещи, которые донашивала моя Маша после Леныных старших детей. Пожалуйста. Я прошу... Ты эти вещи сама же мне и присылала. Значит, моим действием... Вам можно их носить? Истец, пожалуйста, вот давайте только мы не будем демонстрировать... Ваша честь, я прошу посмотреть, это вот вещи, в которых ходил мой ребенок. Истец, я настоятельно прошу вас, пожалуйста, уберите вот эти вот все вещи. Вами предоставлены письменные доказательства. Я не могу приобщить к материалам дела шорты и майки. Ответчик, я вас слушаю. Действительно, девочка проживала у вас в течение года. Ваша честь, давайте выслушали ее, выслушаем мою точку зрения. Давайте мы выслушаем вас. Вы иск признаете? Не согласна, сто процентов. Не согласна. Все было по-другому. Между вами была договоренность, что девочка будет жить у вас? Да, на два месяца. Хорошо. Она сказала... Между вами была договоренность, что истец будет перечислять вам денежные средства на содержание ребенка? Да. Речь шла первоначально о двух месяцах. Потом она должна была приехать, муж должен был остаться доработать. Хорошо. Приехала? Не приехала. Не приехала. О чем речь? Звонила вам, предупредила? Ну как предупредила? Она говорила, я вот еще чуть-чуть задержусь на две недельки, потом еще на недельку, потом уже звонить перестала, начала слать смс-очки, прости, пожалуйста, чуть-чуть еще задержусь. Не, ну это не так просто, понимаешь? Ну деньги. Ну мы сейчас обсуждаем все-таки деньги. Вы же их продолжали получать, правильно? Естественно. Ну а как я мать двоих детей? Была договоренность между вами, что ребенок будет посещать частный детский сад, гимнастику с индивидуальным подходом. Конечно, так изначально все и было. Просто вы не видели этого ребенка, когда он приехал. Это же просто не ребенок, а какая-то ягоза. Это мои девочки от нее... У вас собственные дети есть? Да. Вот у меня свидетельство о рождении, у меня две дочери, они, конечно, чуть постарше, но они от нее плакали, рыдали. Это вообще просто кошмар. А сколько вашим детям лет? По 10. По 10 лет? Да, у меня двойняшечки. И 10-летние дети рыдали от пятилетней Маши. Да, нет, так оно и было. Вы представляете? Ну хорошо, они рыдали. То листы склеит, кота нашего, кот у меня живет на шкафу. Слушайте, ну вы мать, которая вырастила двойняшек. Это адский труд. Да. И что, вы не справились с маленькой девочкой пятилетней? А как, если ее воспитанием никогда никто, судя по всему, не занимался? Ну взяли бы все в свои руки, вы ждете. Ну простите, а работать кто будет? Я же еще и работаю. Ну хорошо. Так куда тратились денежные средства? Ну как куда? Вы говорите, в первое время так и было. Так и было. Вот отвели в художественную школу. Да, ребенок начал заниматься, потом тренер говорит. Это не ребенок, а я газа опять теми же словами, понимаете? Она ко всем придирается, задирается, обзывает всех, ленится. И отказалась индивидуально заниматься. Оставили в группе. Вы сообщили об этом ИСЦУ. Но она как-то и не спрашивала. Нет, подождите. Вы получаете денежные средства, которые имеют определенное назначение. Вы составили калькуляцию, посчитали. И помимо расходов, которые вы должны были нести на ребенка, это еще раз повторю. Куда ребенок должен был ходить? В частный детский сад. Ходила? Зачем ей частный детский сад? Что значит, зачем ей частный детский сад? Потому что мать так решила. И мы же сами. Это ребенок, который вечно конфликтует. Минуточку. Я из переписки вижу, что вы пишете о том, что вот она будет... Я договорилась с частным детским садом. Такие-то расходы. Вот репетитор столько-то и художественная школа. Послушайте, я когда посмотрела, как ребенок ведет себя с людьми, я поняла, что это стыдно вести такого ребенка в детский сад. Конечно. Конкретные деньги были на конкретные вещи и мероприятия. Это на детский сад, на репетитора и на художественную гимнастику. Если вы не водите ребенка, то вы должны были поставить в известность истца. Разве нет? Ну, я не знаю, Ваша честь. Я считаю, что важно, что ребенок... Хорошо. Сколько времени с вами жила? А на что конкретно это уже не важно. Как это? Ну, так хорошо. На что вы тратили тогда сумму в размере эквивалентной полторы тысячи долларов на ребенка? Мы их водили и в театры. Кого их? Детей. Каких детей? Ну, и своих, естественно. Нет, а как же, извини меня. А почему вы водили в театр? Кто будет заниматься моими детьми, когда я занимаюсь твоими? Нет, подождите, ответчик. Звонила и плакалась, что денег тебе хватает только от зарплаты до зарплаты. Зато теперь ты вся преобразилась. Вещи на тебе с иголочки. У детей телефоны новые. Ремонт ты сделала неплохой. Нет, подожди, а что касается... Ну-ка, отвечу, поясните-ка, пожалуйста, на какие денежные средства... Вот истец утверждает, что вы приоделись... Я тоже работала. И так далее, и так далее. Вы кем работаете? Где вы работаете? Начнем с того, что я работаю кассиром в супермаркете. Вот у меня справочка о моих заходах. И какая у вас зарплата кассиром в супермаркете? Ну, если говорить о премиях, то это порядка 40 тысяч вместе с премией. 40 тысяч вместе. Ну, подождите, у нас скидки на все продукты для сотрудников. Но вы же не покупаете со скидкой продукты и не продаете их потом подороже, чтобы сделать ремонт в квартире? Нет, а что касается ремонта, это как раз вина твоей Машеньки, дорогая моя. Она разрисовала все обои. Кто не научил ребенка, что нужно рисовать где? В альбоме? Лена, она обои разрисовала, а ты поменяла всю сантехнику, плитку в ванной, унитазы итальянские поставила, да? У вас есть свидетели? Или у вас есть какие-то свидетели? Да, у меня есть свидетели. У вас есть свидетели. Какой свидетели? Что он может пояснить суду? Это соседка, которая проживает в одном доме с моей сестрой Еленой, которая ее давно знает. Понятно, свидетель соседка. Погласите, пожалуйста, свидетеля со стороны ИСЦА. Свидетели ИСЦА, пройдите. Проходите, пожалуйста, за трибуночку. Истец, уберите уже вещи, пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Самохина Вера Анатольевна. Я слушаю вас. Я живу в одном подъезде с ответчиком, с Ленкой. Мы с ней давно друг друга знаем, и очень хорошо ее знаю, часто встречаемся. И хочу сказать, что, вы знаете, весь дом знал, что она растрачивает деньги младшей сестры. То есть вам известно об этом обстоятельстве, что девочка, ее племянница, проживала... Конечно. Откуда вам это известно? Нет, ну, во-первых, она очень хвастливая. Она всем рассказывала, когда сестра уехала в Канаду, она всем хвасталась. Сестра в Канаде, и мы тоже уедем, и работа есть, и все есть. И она очень всем все рассказывала и хвасталась. Потом, когда приехала девочка, она ее сразу сбагрила практически к бабушке. Она не стала с ней церемониться. Сколько времени девочка проживала с ответчиком? Ой, ну, я затрудняюсь сказать. Ну, может, месяц от силы. Скажите, вам известно о том, что мать, истец, отправляла денежные средства на содержание ребенка? Да. Известно? Откуда вам это известно? Ну, мне говорила Лена. Вам говорила об этом ответчик. А вам известно, какая сумма? Ну, я точно не помню, нет. Достоверно известно, что она просто уровень жизни Елены повысился за этот год очень сильно. И это было всем видно, всем соседям. Потом она сама рассказывала. Откуда ты знаешь, за счет чего это повысилось? Ты мне сама рассказывала. Я тебя встречала с пакетами из магазина. Вы суду не рассказывали про то, что у вас новый любовник, который вас обеспечивает. О, какой тебя любовник, я тебя умоляю. Продолжайте, свидетель. Когда она получала эти деньги, у нее даже была такая фраза. О, зарплату получила, надо идти в магазин, шопиться. А, конечно, шопиться. То есть вы хотите сказать, что когда ответчик получала денежные средства от сестры, она вам говорила, что она получила как бы зарплату и пора тратить. Вера, ну это вообще домыслов. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. С его опорно-двигательным аппаратом, не знаю, как с опорным аппаратом, но двигательный аппарат у него прекрасно работает, он придвигался к моей жене. Один необдуманный шаг может разрушить все родственные отношения навсегда. И неважно, была ли минутная слабость или внезапно вспыхнувший роман. Если старший брат застанет свою жену в постели младшего, это война навсегда. Суд оглашает решение. Суд принял решение, денежные средства в сумме 720 тысяч рублей взыскать с ответчицы в полном размере. То есть суд принял решение иск удовлетворить. Данное решение принято в связи с тем, что в суде установлено, что денежные средства отправлялись истцом на содержание ее дочери, и данные денежные средства были целевыми. Ответчик в судебном заседании не отрицает этого факта. В то же время суд доверяет показаниям свидетеля, который в судебном заседании пояснил, что денежные средства на ребенка не тратились. Ребенок не проживал с ответчицей, а проживал у бабушки. Дело закрыто. Спасибо тебе. Прошу всех встать. Спасибо тебе. Я удовлетворена решением суда вернуть мне 720 тысяч рублей. Именно такая сумма была незаконно присвоена моей сестрой. И я считаю, что 500 долларов в месяц на содержание ребенка более чем достаточно. Я на них не претендую. Мой случай – классический случай подтверждения поговорки «Не делай добра, не получишь зла». Я целый год занималась воспитанием ребенка, вложила кучу времени и сил. И что? Я считаю, что сестра должна пересмотреть свое решение о том, чтобы требовать с меня денег. Мы за то, чтобы была любовь, а не ненависть. Как ты любил сначала меня, потом ты любил ее? Я не любил, я любил твою мать. Мы за то, чтобы дети смеялись, а не плакали. Когда забрали ребеночка из семьи, два дня он лежал без еды, без питья, возле мам, которая была в ломке. Мы забрали его на грани жизни и смерти. Мы за то, чтобы ваше имущество не делилось, а приумножалось. Как только стало известно ответчику, что у меня есть сын, она сразу побежала продавать все имущество, чтобы этому ребенку ничего не досталось. Если что-то грозит вашему благополучию, звоните в нашу бесплатную юридическую консультацию. Профессиональные юристы помогут вам своим советом. Истец Олег Поляков предъявляет иск о предоставлении права временного ограниченного пользования соседним участком сервитута. Ответчик Андрей Поляков с иском не согласен, и право проезда по участку предоставлять отказывается. Слушается дело. Истец Поляков Олег Сергеевич обратился в суд с иском о предоставлении права временного ограниченного пользования соседним участком. То есть сервитут. Ответчик Поляков Андрей Сергеевич. Истец, слушаю вас. Да, здравствуйте, ваша честь. Начнем с того, что вот этот гражданин мой родной брат. Некоторое время назад мы с ним купили на двоих в складчину большой участок земли. Да что ты можешь вообще на двоих? Давай сейчас я буду говорить, да? Вот когда тебе это даст, судья слова, будешь говорить. Соответственно, после межевания участки разделились на два одинаковых. На этих участках мы каждый себя построили по дому. Объясню, в чем затруднение сейчас моей страны. Чтобы подъехать к моему дому, вообще это возможно двумя путями. Либо через проселочную дорогу, которая находится с другой стороны, да? Либо по участку, который после межевания стал принадлежать брату. Около года назад... У вас есть план данного земельного участка? Да, конечно. Конечно, конечно, все вот здесь. Через приставы передайте, пожалуйста. Контора пишет. Судья разберется. Таким образом, значит, после межевания участков у вас образовалось два въезда, правильно? То есть въезд в ваш дом и въезд в дом ответчика, подъезд. Так, что теперь? Год назад в соседнюю деревню начали проводить газ. Соответственно, проводятся ремонтные работы. Из, значит, нашего администрации у меня также есть все документы, подтверждающие, что эти работы ведутся. Ну, как, наверное, принято в России, они задержались. Там все перекопано, перерыто. То есть там физически и фактически я попасть через проселочную дорогу сейчас, для меня это не представляется возможным. То есть въезд в ваш дом перекрыт? Да, абсолютно. Я вам больше скажу, мне приходится даже бросать машину с другой стороны дороги. Вследствие чего? Также, да, есть документы, копии, конечно, моих обращений к нашему участковому о том, что машина сейчас, поскольку она находится с той стороны, у меня нет возможности ее охранять. Следить за ней. Соответственно, машина была вскрыта, были хищения, магнитолы два раза. Все я указал в бумагах, да, заявления приняты. И теперь мне приходится, в принципе, по этой грязи... Да как вы в дом-то попадаете теперь? Машину вы оставляете за пределами земельного участка своего, да? И, соответственно, идете пешком до дома. Как вы в дом попадаете? Смотрите... Пешком-то можно попасть? Да, конечно, можно, там все соседи... Подождите, ответь. Во-первых, не давай не будем забывать, что я инвалид третьей группы, да? Давайте еще раз, подождите, стец, я задала вам вопрос конкретный. Да, подождите, пожалуйста. Как вы попадаете в дом без машины? До последнего момента я попадал через его участок. Заходите в его ворота, правильно? Да, да. И попадаете в участок. Да, да, ну он же родной брат, а как по-другому, да? Ну, хорошо. Ну, после небольшого, значит, инцидента он мне этот доступ ограничил. Чего же вы брата-то не пускаете? Вообще, что касается возможности попадания его на свой участок, у него есть отдельный въезд. Это я тоже поняла. И у меня есть документы, подтверждающие кадастровый план, экипировка и так далее. Могу передать. Передайте, пожалуйста, через приставы документы. И поясните, действительно ли проводятся строительные работы со стороны въезда на земельный участок, который принадлежит вашему брату. И действительно ли он не имеет возможности сейчас попасть в дом? Работы действительно проводятся. Соседи, Олега, попадают нормально в дом. Каждый к себе попадает в дом через эту канаву. И, наверное, все инвалидности, да? Кто-то даже проезжает на машине, все нормально, нет проблем. Но он, как всегда, прикрывается своей инвалидностью, которая, кстати говоря, не помешала ему разрушить мою семью. И вот эта вот инвалидность по опорно-двигательному аппарату... Слушайте, при чем здесь, пожалуйста, объясните, при чем здесь инвалидность и ваша семья, и забор, который вы поставили? Знаете, инвалидность, видимо, при том, что с его опорно-двигательным аппаратом, не знаю, как с опорным аппаратом, но двигательный аппарат у него прекрасно работает. Он придвигался к моей жене. Дело в том, что он не работает нигде. Ну, фрилансер и, по-русски говоря, бездельник. И вот он целыми днями дома. Моя жена, бывшая жена Татьяна, она тоже нигде не работала. И я думаю, и не будет работать, но хотя с таким, ну, в общем, неважно. И, значит, она все время к нему то, значит, антивирус какой-то там поставить, удалить, то флешку вставить. Я так понимаю, не очень-то мощную флешку. И вот доставлялись они вот таким вот образом. И однажды, каким-то вот ужасным общественным союзом, это что имеет? Так что, ваша жена ушла к вашему брату? Да там хуже было. Было так, что я приехал в город, забрал супругу Олега, и мы вместе с их детьми приехали домой, съездили за продуктами. Он же все со своей инвалидностью, никуда не ходит, вот ему хорошо живется. И жена у него, Юля, только и делает, что работает. Вот приезжаем мы, я еще с пакетами, значит, заходим домой, а там картина маслом, извращение вообще какое-то. Мы детей в охапку увели, ну, и, конечно же, я своей сказал, чтобы вещи собирала и уматывала. В итоге все развелись. Юля от него ушла, детей забрала. При чем здесь жена, не жена? Я всего лишь прошел. Да как это при чем? Это вообще при всем, понимаешь? Я бы тебе голову сейчас оторвал, я сжег мосты, я поставил забор. Я прошу их не трогать меня, потому что вообще Татьяну я любил. К сожалению, ну так сложилось, что души в ней не чаял, и даже детей у нас не было, потому что ей не хотелось портить фигуру. Она никогда нигде не работала. Она вынуждена жить у меня, только потому что от своей огромной любви выгнала ее из дома. Этот человек бездельник, и я думаю, что ей придется пойти на завод вообще кидать шлак. Так вот. Так, ответчик, я поняла вас. Из-за этого конфликта, соответственно, вы не хотите их не видеть, не слышите, и, соответственно, вы поставили этот забор. Да, они мучают меня. Ну, вы-то, наверное, понимаете причину, по которой вам брат не разрешает ходить, он просто не желает вас видеть. А как вы, собственно, хотели, что он будет вас встречать с пирогами? Ну, ваша честь, мне на самом деле его хлеб-соль как абсолютно не нужны, да, но по-другому я не могу. Вам нужна только его жена и ходить мимо его окон. Да, мне самое главное, даже его жена не нужна. Как вообще так можно? У меня, в отличие от себя, двое детей, я идеальный семьянин, а то, что получилось, ну, я не знаю, наверное... Ну, двигательный аппарат вас подвел. Да, и вообще, вот, я думаю, что после этого всего я сам заявление, куда надо, напишу, чтобы проверили этого человека, потому что я лично не видел, чтобы у него какие-то проблемы были. Да, ты работать не любишь. Мы росли, с тобой больше половины жизни есть. Так, ладно, все. Так, пожалуйста, давайте все-таки порядок соблюдать в зале судебного заседания. У меня такой вопрос. Знаете ли вы, ответчик, и знаете ли вы, эстет, что в случае установления сервитута... А вообще, это не бесплатная вещь-то? Вы еще в курсе? Да, я заранее консультировался, то есть, в принципе, с финансированием у меня проблем нет. Соответственно, устанавливается и размер оплаты. Для чего? Естественно, только размер этот, нужно подтвердить справку. Вы подготовились, у вас имеется справка об оплате. Вы готовы в случае установления сервитута предоставлять оплату за пользование земельным участком ответчика? Однозначно, да, потому что у меня просто нет другого выхода. Я не могу прыгать по этим ямам. Ответчик, ну и, соответственно, я спрашиваю у вас, так как это все-таки не бесплатная вещь, как вы к этому относитесь, что если будет оплата и какой-то период времени, если суд принят такое решение, ваш брат будет пользоваться проходом через ваш земельный участок? А скажите, пожалуйста, а могу ли я сам назначить сумму оплаты, чтобы этот голодранец вообще никогда не смог по закону пересекать мой участок? Нет. Для этого я и спрашивала, имеются ли подтверждения, в каком размере сейчас взыскивается и оплачивается сервитут. Да. Ваша честь, я с инвалидностью два раза уже падал в эти ямы. Я еле вылезал оттуда. Я поняла вас. И он видел это. Я поняла вас, естественно. Ты никогда не вылезешь из шестой ямы, в которой ты сейчас находишься. Так, пристав, передайте, пожалуйста, документы из ЦА. Спасибо. Так, суд изучит все это. И примет решение. Ты подлец и не бедей. Суд принял решение об удовлетворении иска Полякова Олега Сергеевича, о предоставлении права временного ограниченного пользования соседним участком, то есть сервитутом, Полякову Андрею Сергеевичу. Значит, сервитут предоставлен. То есть вам предоставлено право прохода через соседний участок, то есть через вас, и, соответственно, устанавливается оплата, которую вы обязаны будете перечислять на реквизиты банки, указанного ответчиком. Кроме того, суд разъясняет вам, что данное право предоставляется вам временно, ровно до окончания работы. Тем более, что суд выяснил, как видно из справок, это совсем ненадолго ответчик. Соответственно, исца я призываю к тому, чтобы не злоупотреблять этим правом, который суд вам предоставляет. Ваша честь, поверьте мне, особое желание любоваться этой физиономией тоже... Дело закрыто. Спасибо, Ваша честь. Знаешь, ты все равно не появишься у меня на территории, я сделаю отдельный въезд тебе. И все. Я очень рад, что я сейчас могу пользоваться дорогой, находящейся на территории участка брата, а то для полного счастья мне еще жену ему нужно вернуть, и все будет хорошо. Я никогда не мог подумать, что мой родной брат меня так предаст. И мы во всеуслышание будем вынуждены в суде рассказывать такие неприятные вещи. Но что делать? Придется жить как-то с этим дальше. Прошу всех встать. Дела семейные, более 10 лет в эфире. Слышается, делаем. Самые скандальные семейные разборки. Я проявлял заботу, чтобы у меня коллектив не развалился. Про твою заботу помню. Я одного не понимаю. Включай чеки на аборты. Стороны. Вы уже в разводе? Да, мы в разводе. А скандалить как будто бы нет. Горе. Я не хочу, чтобы ребенок видел убийцу. И счастье. Я же полюбила, понимаете, какое чувство-то огромное. Смех сквозь слезы. Мне вот как любому ребенку важно знать. Какой-то ребенок у тебя уже вон сиськи. Справедливые вердикты с учетом всех изменений в законодательстве. Процессуальные кодексы придумали же не просто так. Дела семейные. По будням в 15.00 на телеканале МИР. Вон ты взгляд. Ответчик. Тихо. Новый сезон начинается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова